Сейчас у нас следующее выступление, и я представляю Марину Петрову. Марина как раз тот человек, который про сырье. Когда мы готовили программу, для нас было понятно, что у нас есть задача все-таки понять, что с потребителем, но и не менее задача, из чего готовить. Соответственно, уже выступление Марины. С чего мы начнем? Конечно же, мы начнем с внешних и внутренних факторов, которые будут оказывать влияние на экономику. И нельзя сказать, не сказать о влиянии санкций. Коллеги, если кто-то не читал пятый пакет санкций, убедительная просьба прочитать, потому что многие мои клиенты с удивлением обнаружили те сложности, которые возникают для их бизнеса, хотя пятый пакет санкций введен уже больше месяца назад, но тем не менее. Он влияет на упаковочные решения и не только то, что называется. Конечно же, это и финансовые санкции, в том числе и отключение от свифта и заморозка ЗВРов. И для АПК самое, наверное, такое страшное – это технические и технологические ограничения. То есть понятно, что сегодня мы, вот прямо сегодня, мы их не ощущаем, мы их не чувствуем, потому что часть санкций действует с 10 июня, по-моему, в части упаковочных решений. Есть еще запасы по тем же, по той же сельхозтехнике, по ингредиентам, они закончатся по нашим расчетам до конца к сентябрю. И все это, соответственно, как внешний фактор будет влиять на экономику. С другой стороны, что будет происходить внутри? Конечно же, это безработица. Причем, смотрите, это не только безработица вот в чистом виде, компания ушла, закрылась, да, но это и, конечно же, ситуация, когда с компанией работали другие подразделения, другие, собственно говоря, компании, простите за тавтологию, и, соответственно, целые отрасли начинают просаживаться. Что еще? Это, конечно же, усиление государственного регулирования. Ритейл, как никто с этим сталкивается, письма счастья от ФАСа получают все, включая меня лично, да, о том, что не нужно прогнозировать плохое, нет, цены не будут расти и так далее, и так далее. Соответственно, это будет влиять также на все отрасли. Итак, собственно говоря, то, что вы уже видели, макропрогноз. Мы, это базовый прогноз, у нас есть на данный момент два прогнозных сценария, по одному из них в этом году мы будем видеть минус 9% ВВП, и полагаем, что к сентябрю Центробанка отпустит курс, и средний курс доллара по году будет в районе 100 рублей, ну, по нашим расчетам, по базовому сценарию. У нас есть второй еще сценарий, я не стала его выносить, вот, но пару цифр расскажу вам. Значит, по второму сценарию, просто для наших клиентов и для банков также мы считаем по нему, ну, это правда, нравится нам или не нравится, но нам необходимо, да, понимать, что и санкционное давление может быть увеличено, и регулятор может не настолько хорошо, скажем так, проявлять себя, как он сейчас проявляет. Соответственно, по нему минус 12% ВВП в этом году, минус 12% следующий. Ну, то есть учтите это и в голове иногда держите, что такое тоже может быть, и так как это будет влиять на рынки. Ну, мука, сахар, наверное, самые зарегулированные рынки, самые сложные, несмотря на то, что прогноз у нас хороший по урожайности, по пшенице. Мы все-таки прогнозируем то, что будут сложности в уборочной компании, потому что вопрос встает с сельхозтехникой, с комплектующими. И мы считаем, что также производители будут закладывать риски следующей посевной, то, что называется, потому что у нас зависимость от зарубежного семенного фонда порядка 40%. То есть, да, пшеница там в основном наша, но тем не менее. По сахарной свекле все сильно интереснее. Несмотря на то, что посевные площади в этом году увеличены, и мы прогнозируем рост. И сейчас государство вот здесь максимально старается защитить внутренний рынок с точки зрения цен в том числе. Но основной вопрос, наверное, больше не про этот год, а про следующий, потому что 98% зависимость от семян сахарной свекли. 98%. Фосагра может нарастить на 8%, то есть 10%. Вот, поэтому это такая серьезная проблема. Пока не очень понятно, как она будет решаться. Вот, но тем не менее, скажем так, здесь все. Тут больше вопросов, чем ответ. Молоко. Ну, молоко – это мой любимый рынок, и на нем я 20 лет. Опять же, в этом году все, правда, неплохо. Плюс 3% мы прогнозируем. В целом все достаточно хорошо, скажем так. Какие сложности здесь? Здесь сложности с ввозом нового поголовья. Для России это критично, потому что мы не можем воспроизводить галштинку. И корма. У нас зависимость, опять же, от кормовых культур порядка 70% от зарубежных семян. Соответственно, да, ну, понимаем сразу, вот я уже прям по глазам вижу, кто посчитал, на доллар помножил, да, на ситуацию с сельхозтехникой и на предоплату стопроцентную. Ну, то есть, в общем, да. Следующий год мы прогнозируем постепенное сокращение поголовья. Еще более того, есть какая сложность. Те проблемы у молочников, как у производителей молока, так и у переработчиков, которые накопились, то есть у них уже были достаточно серьезная долговая нагрузка, либо какие-то сложности. И вот, по сути, все, что меньше по поголовью, меньше 500, мы прогнозируем выбить это. То есть из-за мещения, ну, если это будет возможно, крупными ферми. С точки зрения питьевого молока. С точки зрения питьевого молока, опять же, этот год мы держимся, этот год мы растем. В следующем году мы прогнозируем снижение. Но, опять же, почему? Прежде всего, это вопрос упаковки. Упаковки, потому что, ну, то, что ситуация с татарапаком, мы все знаем, да. А чтобы мы понимали, доля ультропастеризованного молока 20% на молоке, и теперь мы понимаем, что вот эти все прекрасные люди пойдут, например, в ПЭП. Ну, то есть мне сложно представить, как они быстро поменяют еще линию розлива, да. Но даже гипотетически, да, по ПЭПу тоже ситуация такая достаточно критичная. Сливочное масло с сухой молокой – это пара, одна из самых прибыльных, ну, наравне с сыром и под сырной сывороткой. Здесь сливочное масло прошло так называемую реабилитацию после 20 лет гонений. Собственно говоря, мы вернулись к росту и объемам производства сливочного масла. Вот здесь у нас очень серьезная зависимость от импорта. Да, там много Беларуси. Но тоже мне бы хотелось сказать, что, знаете, бытует мнение, что, вы знаете, Беларусь нас прокормит. А я вот хочу напомнить, что у Беларуси тоже санкции. Да, они, может быть, не, ну, не может быть, они не такие, как у нас, да. Вот, но, тем не менее, поэтому мы будем в одной лодке. И в какой-то момент, я выскажу гипотезу, ну, знаете, увидимся через пару лет, скажете, права я или нет. Мы не будем, как сообщающиеся суды через какое-то время с Беларусью. Я считаю, что будет возникнуть ситуация, когда спасение утопающего будет дело рук самих утопающих. Поэтому на максимуме цены на сливочное масло и на сухое молоко. Мы полагаем, что к концу года на сухое молоко цена снизится. Опять же, в связи с тем, что на сырье пойдет рост, и сейчас все работают на склад. И просто, ну, в какой-то момент начнется сброс объемов. По сливочному маслу мы также полагаем, что в следующем году начнется перераспределение. И спрос будет сокращаться как в B2B сегменте, так и в B2C сегменте. Но опять же, в связи со снижением доходов населения и полностью перераспределением. Сыр. Сыр, сырные продукты намеренно поставила и вместе, и отдельно. Рост. Мы наблюдали рост. И поддержу Анастасию. Конечно же, вот как раз для рынка сыра. Рост питания, так называемого, вне дома. Рост хорики, пиццерии и так далее. Сыграл ключевую роль. Поэтому, да, мы наблюдаем рост рынка сыра. И будет еще, так называемый, эффект этого года. Потому что еще открываются предприятия. Но с чем столкнутся сырники? Это проблемы с заквасками. Это проблемы с упаковкой. Но, например, приведу вам пример. У меня клиент, крупнейший фасовщик. Вот оборотная сторона. Вот все посчитали, все хорошо, все проходим. А вот оборотная этикетка, она же с пластиком. А вот ей замены нет. Они скупили сейчас, вот до конца года им хватит все, что можно. Все аналоги китайские, они просто на такой скорости смазываются. Ну, то есть, казалось бы, 99% все хорошо. Но вот этот 1%, ну, то есть, вот люди производят 2000 тонн сыра в месяц. Ну, соответственно, как-то так. Я сейчас смотрю, вы прям грустить начали. Я вас в конце, я вас порадую. Не переживайте, не переживайте. И будет свет в конце туннеля, мы выживаем. Подсолнечное масло и майонез, соответственно, рост уже прогнозируют урожайности. И в связи с тем, что по сути поставки из Украины, которая была крупнейшим поставщиком масличных в мире, которые сейчас, мягко говоря, невозможны, либо сильно сокращены, Россия будет, собственно говоря, компенсировать эти объемы. И здесь внутренний рынок будет конкурировать с экспортом. А значит, по сути, у нас будет наблюдаться и рост цен. И здесь, я думаю, что государство может, конечно же, поставить барьеры. Но мы считаем, что они пойдут на то, что будет рост цен. Ну и, соответственно, майонез. Майонез потребления снижается. И так как сырьевая составляющая будет существенно расти, мы полагаем, что, собственно говоря, вот этот рост цен дальнейший и не позволит рынку активно развиваться. Мясо. Я начну, наверное, с говядины, да, потому что вот на рынке мяса будет то самое перераспределение. Рынок говядины сократится, ну, таким, по странно естественным причинам и, по сути, невозможности поставок импортной говядины. Поэтому, знаете, посмотрев на этот рынок, мне пришло в голову, что, знаете, импортозамещение вынуждено. Это не потому, что вы такие молодцы, да, а потому что просто импорта не будет. Вот. И, конечно же, цена, рост цены и, соответственно, перераспределение в сторону курицы и свинины. Ну, в большей степени курицы, потому что, опять же, снижение все-таки покупательской способности. Что происходит на рынке курицы? На рынке курицы сейчас образуется объем, потому что в связи с коронавирусом в Китае не, ну, собственно, запланированные поставки не идут туда, есть определенный объем, да, и есть возможность нарастить. Но в связи с ростом себестоимости все-таки мы прогнозируем и рост цены. По свинине, по свинине ситуация немножко схожая с курицей, там также образовалась, ну, и производственные мощности для роста, но конкуренция очень сильна, и, соответственно, там будет рост цены, но это скорее такая коррекция. А что же наш потребитель будет есть в этой ситуации? Я немножко продолжу Анастасию, только с другой стороны. Знаете, когда был коронавирус, клиенты начали спрашивать, слушайте, задавали один простой вопрос, когда все это закончится? И мы понимали, что, ну, мы как эксперты, да, 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 вот очень смешно, но мы не можем сказать, когда это все закончится, она для того, чтобы выстроить модели, вот, а, в общем-то, ну, получение кредитов-то никто не отменял, да, и в банке нужно нести документы, вот, мы провели исследование с привлечением вирусологов. И, собственно говоря, вирусологи нам вот тогда сказали, что эта ситуация на год и на полтора. Ну, в принципе, вот то, что произошло, они, в общем-то, с разной степенью там соглашательства, потому что у них внутри сообщества тоже было определенное противоречие, ну, в общем-то, так оно и получилось, да, что часть привились, часть там переболели, и вирус пошел там на спад. Ну, собственно говоря, когда вот эта ситуация произошла, да, мы вспомнили наш опыт и обратились, конечно же, к психологам и к психотерапевтам. И провели исследование, с одной стороны, это глубинное интервью с психологами, с психотерапевтами, в том числе с людьми, которые работают с пищевыми зависимостями, значит, и с другой стороны, это опросы. Ну, собственно говоря, результат, что получилось. Понятно, что экономия, да, то есть, но экономия какого рода? Это не просто вот полностью отказ, это иногда снижение громовки. Вот приведу вам пример. Вчера была статья, что Александров сделали сырки 25 грамм. То есть, понимаете, вообще маленькие-маленькие, как конфеты почти, как большая конфета. Дальше. Есть такой тренд, казаться, а не быть. То есть, люди будут цепляться за тот образ жизни, максимально цепляться. А каким образом? Я не могу купить полкило сыра, я куплю 300 грамм. Я не могу его купить каждую неделю, но сначала раз в две недели, потом раз в месяц и так далее. То есть, и это лояльность к брендам, которые сохраняют качество, но снижают громовку. И в этом смысле вот позиция Александрова, она очень-очень грамотная. Дальше по эмоциям. По эмоциям это злость. Я думаю, что вы все тоже наблюдаете это и среди своих друзей, и знакомых, и в соцсетях, да, это излишняя агрессия. Как люди заедают агрессию? Это все хрустящие орехи, семечки. Поэтому нам, психологи, рекомендовали добавлять в салаты чипсы, семечки, орехи. То есть, это то, что вот, допустим, для шоколада мы делали проект, мы рекомендовали им вот а-ля грильяш, чтобы это вот аж на зубах застревало. Если мы про ЗОЖ говорим, это морковь и яблоки. Яблоки – это тоже, кстати, злость. Тоже, знаете, можно по одному яблоку продавать. Но после того, как мы отзлились, у нас, ну, понятно, что эмоция не может длиться бесконечно, да, это не я такая умная, это меня научили, чтобы вы понимали. Значит, люди хотят, у них возникает потребность в заботе и нежности. А забота и нежность – это молоко, молочные продукты. Соответственно, капучино, латте, творожки, пудинги и все блюда, которые нежные. Вот наоборот, да, это вот эта потребность закрывается. И если мы с вами долго говорили о снижении потребления сахара, о том, что нужно, значит, вот натуральные там йогурты, вот в йогуртах мы не добавляем дополнительно сахар. Вот, смотрите, сейчас нет такой вот прям жесткой тенденции, да, но мы прогнозируем, что к осени она наступит, потому что осенью, опять же, ну, это тоже вот и социологи наши, и психологи говорили о том, что наступает осознание ситуации. И вот это осознание ситуации, что ситуация, она такая, она неизбежна, есть последствия, и последствия экономические, они, наконец-таки, вот мы их увидим. И вот в этот момент, собственно говоря, когда вот здесь горько, хочется сладкого, и не просто сладкого, а экстремально сладкого. Поэтому все сладости, опять же, будут выходить на первый план. Но, но, мы не забываем, что, конечно же, у потребителя не хватает праздника, потому что, знаете, очень многие говорили в вопросах о том, что мы не можем радоваться, мы не можем, ну, вообще вести какой-то прежний образ жизни, нам очень тяжело. Соответственно, эта ситуация все равно закончится, да, то есть больше, там, трех-пяти месяцев человек не может вот в такой состоянии быть, соответственно, у него захочется потребность, у него будет в празднике. А так как и денег на массовый шопинг, и, собственно говоря, ассортимент поубавился, этого всего не будет, возможность путешествовать, она тоже ограничена, а люди захотят праздник через продукты, через коробочку конфет, через что-то, завязанное бантиком. То есть, и если вы можете это добавить, то есть, вот именно как подарок себе, вот знаете, тоже очень много статей, как пережить кризис, что вспомни о себе, соответственно, сделай подарок себе. Вот это вот туда, вот это туда, и если для вашего продукта это подходит, то делайте. Конечно же, все яркое, я пока не очень понимаю, как в текущей ситуации с упаковкой выполнять это требование, но одна из версий – это сделать более ярким сам продукт и попытаться его сделать каким-то интересным по форме, по цвету. И смотрите, когда говорят о перераспределении спроса, вот тут очень важный момент, собственно говоря, откуда перераспределение вот этих денег? А это как раз от того, что очень сложности с путешествиями разного всякого плана, включая финансовые, и, соответственно, именно после этого оттуда деньги уходят в еду. Но я всегда говорю, есть свет в конце туннеля, есть зожники, это наше спасение. Вот эти люди во всех опросах сказали, что они как ели, так и будут есть. Стресс они будут снимать марафонами, спортивным залом и плаванием. Значит, и, соответственно, для них нужны продукты, которые отвечают их требованиям. Соответственно, и все тренды, которые были, вот для них они есть. И они готовы за это платить. Это самое важное наблюдение. Смотрите, еще есть такое мнение, бытует оно и среди многих производителей, что, вы знаете, вот жили же мы в Советском Союзе, вот не было же у нас, вот с бидонами мы ходили, и ничего, и ничего, вот выросли все, да, как бы. Вот знаете, коллеги, а вот не получится. Назад в будущее не получится. Объясню, почему. Вот смотрите, они с 40-х годов, да, вот у меня бабушка, они шли, простите, от голода. Вот от голода, от голода они шли, 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 шли. И потом, после 90, уже там 2-го, 3-го года было и разнообразие, и экономика пошла вверх. И вот эти люди, а их 50 миллионов уже, которые родились после 91-го года, они так не привыкли. Они не застали то, что застала я еще. Соответственно, у них психология лучше-меньше, да лучше. А их 50 миллионов, немало. И, конечно же, конечно же, я предлагаю все-таки ориентироваться на них, не брать пример с Макдональдса, не могу не плюнуть в их логотип. Вот, значит, и все-таки бережно относиться к своему потребителю, понимать, что ему нужно. Я желаю вам удачи на этом пути. Он непростой, но я уверена, что мы справимся. Спасибо. Спасибо большое.